Россия может сделать мир биполярным, естественно, но не с нашей властью, к сожалению. Наша власть очень зациклена на себе сейчас, и она думает только о своей собственной безопасности. Также, кстати, вот обратите внимание, Янукович, как себя повел, да? Первое, что он сбежал, он не вышел к народу. Вот подумайте на минуточку, если бы этот человек, да, все недовольны, выйди к народу и поговори с ним на площади. Вот, или там Николая Второго попросили отказаться, он сказал, пожалуйста, я ухожу, мужественный поступок, вы знаете, намного более мужественный поступок отказаться от власти, чем, наоборот, захватывать, так сказать, территории. Это слабость, захватчики слабые люди, духовно слабые. А те, кто умеет отказаться, представляете, отказаться от богатства, вот вы сидите в роскоши, и сказать, извините-ка, вот мы сейчас придем, вас все отберем, да, пожалуйста, собирайте, кто-нибудь это скажет, да все будут драться за свое, до последней капли крови, правильно же, за свое добро, там, нажитое непосильным трудом. А чтобы отказаться, надо иметь мужество и быть готовым, быть аскетически настроенным человеком. Поэтому Россия, если она сможет свою власть, наша власть, перестанет преследовать наших русских парней здесь внутри, да, которые там за какие-то политические разногласия, убеждения, да пусть они ходят с митингами, высказывают свое мнение. Если она будет четко выполнять собственные придуманные законы, исследовать им, тогда она может быть лидером. Но когда мы пишем одни законы, а живем по-другим, фактически по законам живет власть. И она их пишет, и она же их не соблюдает. То есть в тех же их судах происходит полный произвол. Куча сажают мальчишек за каких-то там манежки, за какие-то еще. Ну, детки, ну поругайте, пожурите, отпустите. Ну, вы даже не имеете такого права сажать детей. Да даже не детей, молодых людей. Это ваше будущее. Это будущее этой страны. Это пацаны, это ваша армия. Попробуйте им что-то объяснить, перевоспитать, поговорить с ними. И все будет иначе. Это ваши воины. Это, кстати, те... Мальчишки всегда в детстве дерутся. Это нормально. Они всегда против, они максималисты. Это нормально. Ты попробуй вот в этом подростковом периоде взять и перевоспитать. И притяни на свою сторону, переубеди их. Только не палкой по башке, а словами. Найди такие слова. Ведь они же легко находятся, если ты психолог. Столько здесь дармоедов, этих психологов, на телевидении сидят, мозги всем делают. Вот пусть они попробуют воспитать кого-то, да. Вот это было бы правильно, гипотетически рассуждать, понимаете. Потому что нельзя свое собственное коренное население так чморить, как происходит сейчас. Если мы будем вот так поступать, то мы не сможем. Естественно, мы погибнем в этой войне, а война уже началась. Мы проиграем этой Америке.